Здравствуйте, это Уллправда ТВ и передача Слово и Дело. Еще лет 30 назад пределом мечтания рядового гражданина была отдельная квартира. Теперь по закону растущих потребностей вопрос о комфортной среде за пределами этой отдельной квартиры вышел на первый план. О программе комфортная среда мы сегодня поговорим с нашими экспертами. Кто у нас в студии? Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия», куратор партийного проекта «Комфортная городская среда» Константин Долгов, заместитель главы города Сергей Гигерев, председатель совета дома в железнодорожном районе Алла Тихонова и председатель Ульяновского ТОС-Универсам в Засвиярском районе Галина Волкова. И, как всегда, сначала мы посмотрим опрос, который мы сделали к нашей теме. В Ульяновск, наконец, пришла весна. Время перемен. Как в городе проходит благоустройство дворовых территорий и парков, что нужно сделать, по мнению жителей, в первую очередь, мы спросили у прохожих. Вообще двор благоустроен? Половина-половина. А что там не хватает, на ваш взгляд? Не хватает нам хорошего тротуара, ну как сказать, тротуара, наверное, возле дома, потому что, как с 90-х годов дом построили, ни разу его не ремонтировали. Выйти с коляской трудно, пожилым очень трудно выходить, потому что все в заплатках каких-то непонятных. Это лавочки у нас сделали, тем более у нас три года назад капитальный ремонт шел нашего дома, мы попали под эту программу. Вот про дом могу сказать, чтобы нам благоустройство сделали на площадках, на этажах. Ну и, конечно, немножко вот эти вот тротуарные дорожки, чтобы ходить нормально было, чтобы не спотыкаться. Ну, наверное, нужно для детей, что для детей вообще площадки нет, детям играть негде. Если дворы и основные городские дороги постепенно приводятся в порядок, то в парках, считают горожане, ровным счетом ничего не делается. Сегодня зеленые зоны Ульяновска нужно не только очистить от мусора, скопившегося за зиму, но и благоустроить. Участвуют ли сами ульяновцы в субботниках? Убираются ли они во дворах и скверах? Мы спросили у жителей. Ну вот нам сейчас фактически с вами озвучили основные задачи программы «Комфортная городская среда». Уж не знаю, знают люди это название или не знают, но задачи вполне осознанно они озвучили, потому что они в этом живут, потому что они их видят. И мой первый вопрос. Сергей Владимирович, в этом году на программу по области планируется выделить 500 миллионов рублей. Но это на все муниципальные образования. Сколько уходит именно на Ульяновск, интересно? Это рубли, дворы, дороги, скамейки, парки, то есть конкретика? Мы планируем в этом году освоить порядка 230 миллионов рублей. То есть почти половина. Да, практически. Ну и жителей-то у нас половина, и общественных территорий у нас значительно больше, чем у других муниципальных образований. Но я думаю, что это справедливо. Значит, мы планируем также 17 дворов отремонтировать и взять в работу 9 общественных пространств. Это вот парки, скверы, которые начаты были в прошлом году. Дворов немало? Мало, но качественно. Дело в том, что можно было просто банально закатать асфальт, поставить скамейки, урны самые дешевые, да, отчитаться по цифре. Но мы уже перешли из разряда, как вот разговаривали, что непросто, а очень непросто должно быть. Качественно и красиво. Ну очень непросто. Это что? Это площадки, горки, скамейки? Что? Это комплекс мероприятий, связанные с общим благоустройством территории. То есть это входная группа, непосредственно скамейка, урна, качественное асфальтовое покрытие, расширение, парковочные карманы. Это тротуары, о которых люди много говорят. Это уличное освещение современное, энергосберегающее. Есть подозрение, что самое дорогое это все-таки будет асфальт тротуара и освещение? Безусловно, самое дорогое это асфальт. Все остальное, это больше чем 50% в проекте. А как конкретно дома попадают в эту программу? Рейтинг был сформирован еще позапрошлым году и сейчас по очереди эти дома двигаются. Рейтинг самых плохих? Нет, рейтинг тех, кто захотел участвовать в этой программе. Потому что там есть условия софинансирования и не все захотели в этих условиях участвовать. Я сейчас небольшую ремарочку сделаю. Парки попадают в эту программу на основе голосования. Когда у нас идут какие-то выборы, там в ЗСО, вот последние, да, было рейтинговое голосование по проектам. И на основании этого выбирались парки, за которые проголосовали люди. Дворы идет другая программа. И мне вот интересно, Галина Леонидовна, ваш двор каким-то образом попал в эту программу благоустройства? Вот вы живой, обычный человек. Кого ремонтируют? Мы попали, в общем-то, в самые первые наши дома. То есть у вас уже есть результат? Да, Камышинская 17, Камышинская 21. Наши дома попали мы в самую первую десятку. Конечно, отремонтировали прекрасно. Но есть свои недочеты. Это мы дорешим еще. Вы знаете эти недочеты? Знает, знает, да? Он мне уже подписал. Это решаемо? Решаемо. Безусловно, но это недочеты были выявлены после проведения работ. Сроки того строительного сезона уже подходили к концу. И чтобы более качественно сделать, перенесли эти работы на этот год, все будет вполне логично. Мы сейчас проводим дополнительное обследование всех дворовых территорий, которые подлежали ремонту предыдущие годы. Соответственно, меры по их сохранению и доделкам будут приняты. Вопрос к Константину Николаевичу. Как парламентское большинство в Госдуме, в ЗСО, вы сами, наверное, каким-то образом должны контролировать и отвечать все-таки за свой проект, если вы его назвали партийным? Вопрос. Как происходит этот контроль и каким образом вы помогаете жителям в борьбе, в работе с этими недочетами? Может быть, вообще нужно как-то на опережение работать? Я извиняюсь. Давайте сначала начнем. Вы, говорите, вы назвали. Ну, назвали почему? Потому что по итогам избирательной кампании в Государственную Думу, которая у нас в 2016 году состоялась, те кандидаты, шедшие и прошедшие в Государственную Думу от партии «Единой России», там, как вы сказали, большинство, по итогам кампании поставили вопрос о том, что срочно надо принимать государственную программу на федеральном уровне как раз. О том, чтобы приводить дворы и общественные пространства в порядок. Понятно, что по закону об общих принципах организации местного самоправления – это полномочия, в первую очередь, муниципалитет. Но все понимают, что средств в муниципальных бюджетах недостаточно. Но без денег ничего не сделаешь. Да, и тут нужна комплексная государственная программа. Поэтому мы назвали его партийным проектом, поскольку это была инициатива непосредственно депутатов, которые избрались. Я не цеплялась. Не обижайся меня, пожалуйста. Нет, я не обижаюсь. Я про очередь задавали вопрос, тоже чуть-чуть поясню. Программу приняли в 2017 году, прямо в начале года. До нас она была доведена до всех субъектов. Первый год она реализовывалась в пилотном режиме, и процедура отбора была несколько иная, чем она случилась у нас в 2018 году. Там было несколько критериев, и большое количество заявок, порядка 240, мы тогда получили только по городу Ульяновск. То есть вы участвуете в контроле этой программы от самого начала, от отбора, да? Конечно. И был сформирован такой рейтинг. Это был переходный период, и очень многие старшие по домам, представители Совета многоквартирных домов, тогда были разочарованы, что этот рейтинг, этот реестр очередности в 2018 году был изменен. Потому что в программе было четко написано, что он только на один год, а потом порядок формирования произошел следующим образом. Сначала органы местного самоправления провели инвентаризацию всех дворов, оценили их состояние, поскольку есть новые дома, которые только недавно были построены, и дворы, соответственно, там в нормативном состоянии еще находятся. Должны? Должны, да. Разумеется, что они должны находиться, но, по крайней мере, все дворы были осмотрены, и по каждому органу местного самоправления было сделано заключение. Какой процент износ асфальтового покрытия, в каком состоянии тротуары. И в 2018 году, вот уже был введен критерий софинансирования обязательно со стороны собственников, да? То есть в 2017 году еще собственники не платили? Нет, не софинансирования. А какая доля софинансирования? Ну вот это определялось на уровне муниципалитетов. В городе Ульяновске, по-моему, 5 рублей с квадратного метра с каждого собственника в месяц. Вы не платили еще? Нет. В течение года. Начисляется сумма с момента заключения договора подряда, проведения отбора и заключения договора с подрядной организацией. С нашей стороны, ну какой контроль? Мы, по сути, реализовываем эту программу совместно с собственниками. Вы должны понимать, что когда это предоставлялось бесплатно, желающих было подавляющее большинство все. Как только вели критерии софинансирования, у многих были сомнения, что вообще собственники откликнутся и включатся в эту программу. По 5 рублей с квадратного метра, например, квартира 40-40. 50 квадратов, да? Ну, 50. 250 рублей в месяц. В месяц. Ну, посильная, да. Контроль за качеством производства работ и понуждение подрядчика к исправлению недостатков, которые выявляются уже после, например, зимнего сезона, через год. А у нас, кстати, вот на эту тему есть сюжет. Я извиняюсь, я опять перебью. Давайте посмотрим, пожалуйста, сюжет. И просто мы не будем голословно уже. Да, хорошо. Кузоватская 45 был включен в программу комфортной городской среды. И в прошлом году, в сентябре месяце, был произведен полный капитальный ремонт этого двора. То есть здесь и тротуар, и проезжая часть, и парковки. Поэтому по истечению зимы мы решили проверить, как же пережил зиму этот двор после ремонта. Выяснилось, что там проходит теплотрасса и перепады температур внешней окружающей среды с температурой, которая возле теплотрассы, привела к тому, что вспучился асфальт. Там видно и по документам подтвердили и жители старшие по дому, и стройзаказчик, что технология была соблюдена. Приняли следующее решение, что до 9 мая подрядчик произведет ремонт, углубит дополнительно на 20 сантиметров и по технологии засыпет, подготовит подушку. И к 9 мая данная проблема будет решена. В продолжении, еще в марте месяце, на заседании президиума регионального полицовета, такое задание получили все депутатские фракции, депутатские группы Единой России в Ульяновской области. Вот они как раз это задание выполняют. Да, что по истечению того, как снег сойдет, необходимо провести совместно с собственниками, с жителями контроль состояния по итогам зимнего периода тех дворов, которые были отремонтированы, не только дворов, еще и общественных пространств, потому что там тоже есть достаточные нарекания, которые необходимо устранять. Ну и как Сергей Владимирович говорил, что некоторые недоделки мы уже фиксировали еще на стадии приемки, но в силу погодных условий и невозможности по технологии производить работы, было принято решение перенести их на весенний сезон или летний период. Это закону соответствует? В принципе, это соответствует здравому смыслу, поскольку проводить ремонтные работы в ненормативных погодных условиях, но это сразу обречь себя на то, что этот асфальт условно развалится через полгода. Здравый смысл, да, но есть вопросы финансирования. Если деньги не истрачены в этом году, то они переходят по закону на следующий год? Переходят, переходят. Программа не неоднолетняя, поэтому она длинная, и поэтому эти деньги переходят. И в продолжении разговора о формировании реестра и активности депутатов, то есть наш депутатский корпус, по сути, проводил работу с собственниками квартирных домов, и все сомнения в том, что собственники согласятся софинансировать, были развеяны, когда мы и в Димитровграде, и в Ульяновске просто получили очереди. Чтобы вы понимали, там не было никакого критерия, нужно было только согласие собственников, и сейчас заявка была подана первой по условиям государственной федеральной программы о формировании комфортной городской среды. Да, и включалась в реестр первой. Поэтому собственники там с пяти утра, с шести занимали очереди, и мы в первый же день получили 130 заявок. А вот при тех объемах, о которых Сергей Владимирович сказал, там 17-16 дворов в год, это буквально формирование программы за один день на пять лет вперед. Это произошло в условиях даже того софинансирования, которое было внедрено. То есть 17-16 дворов это порядка 10% от общей потребности получается? Программа. Программа. Программа, да. И 1% от общего количества дворов. Существующих. Но итог первого года, когда мы пошли по минимальному перечню, вот Сергей Владимирович, не надо соврать, это был только асфальт, освещение и установка урн и лавочек. Показал, что как только привозились эти элементы благоустройства в нормативное состояние, сразу возникал вопрос, а что с дворовой территорией? Надо делать, увеличивать заездные карманы. Закон растущих потребностей. Конечно. То есть и в этих условиях мы понимаем, что средств бюджетных будет хватать еще на меньшее количество дворов. Поэтому привлечение софинансирования в данном случае, вот сейчас внесли изменения, будет как раз средства собственников привлекаться на дополнительные работы. Это благоустройство и установка уже детских игровых площадок, каких-то других элементов. То есть на собственников ляжет еще какое-то финансовое обязанное? И еще. И еще. А вот эти средства, то есть бюджетные средства будут направлены исключительно на асфальт, на освещение, на установку лавочек, тротуаров, ремонт. А вот уже средства... Пять рублей с квадратного метра. Да, будут направлены как раз на другие элементы благоустройства, в том числе детские игровые площадки. Ну, какой там отсыпка грунта под зеленые насаждения, там, зельцами зеленые насаждения. То есть то, что хотят собственники для того, чтобы двор действительно стал двором, а не только заасфальтированным, как качественным асфальтом. Ну, я добавить хотел. Первый год у нас софинансирование тоже было, но оно было прописано как софинансирование альтернативное трудовым участием. То есть люди принимали... Софинансирование, а участие населения. Да, да, да. Ну, все это... И дальше, вы слышали опрос, я там не случайно людям задала вопрос, а вы выходите на субботники. Просто интересно, наше гражданское участие, вот мы каждый живет в своем доме, да, готовы ли мы участвовать как-то в благоустройстве? Что-то люди не готовы к своим трудовым участиям. Ну, почему? Люди всегда готовы к трудовым участиям те люди, которые действительно хотят жить в нормальных условиях. Это активные жители, вот спросите у Аллы, да, попробуй у нее не выйти на субботник. Я почему знаю, мы практически в соседних домах. У меня и, к сожалению, это пока старшее поколение. Старшее поколение, да, и наиболее сознательные люди среднего возраста, я бы сказал так. Вот у меня жена активно участвует в постоянно благоустроительных мероприятиях, даже в одиночку. Ну, выйти там убрать 5-6 квадратных метров, ну, кто мешает, это же приятно. Это же, ну, это на все лето, по сути, сделать. Сейчас вот если прибраться, это на все лето. Я вот всегда говорю, вы знаете, вот люди ездят на дачи, высаживают там цветы и так далее. У меня дачи нет, слава богу, я не люблю этим заниматься и так далее. Но у меня под окнами вот этот вот участок земли, который я каждый день, каждую минуту на него смотрю. И мне вот хочется, чтобы вот здесь было красиво сию секунду, а не там где-то на даче, которую я поеду через три раз в три недели. Алла Владимировна, это разговор об общем, если бы вы не были такой активной, вас бы здесь не было. Вот, наверное, именно по этой причине мы беседуем сейчас именно с вами. Вы управдом со стажем. И я знаю, что в этом году вы планируете, ну, не вы лично, а ваш дом планирует принять участие в этой программе. Ну, немножко не так. Я старший по дому, железнодорожная 25, железнодорожная 33. Так получилось, что на Пушкинской 9 сын купил квартиру. А, и вот там вот дом собирается принимать участие. Да, дом уже вошел в программу благоустройства. У вас есть шанс поучиться на чужих ошибках. Вы это уже и сделали, потому что я считаю, что надо к этим проблемам подходить комплексно. И прежде чем начинать делать новый асфальт, необходимо сделать хорошие коммуникации под асфальтом. Выпуск обязательно. Выпуска, например, инвестиционные. У вас проект есть? Вы очень хорошо говорите. Проект есть? Есть бумага? Есть. Уже его обсуждали с собственниками, приходили к нам. Владимир Фадеев этим занимался с нами. Депутат наш. Депутат этого округа, да. А нам депутаты помогали. Да, и в общем сейчас мы еще с управляющей компанией и собственниками нашли такой компромисс, чтобы сделать выпуска сразу. Потому что сразу на доме денег не будет на это. Выясните, пожалуйста, что такое выпускание? Выпуска – это канализация, которая идет... Отцовка ледома и проходит до какого-то большого коллектора по дворовой территории. Потому что, о чем говорит... По дороге, которую будут асфальтировать. Завтра ее заасфальтируют, послезавтра, условно, выпуск этот будет измошен, потребует ремонта, и надо будет этот свежий асфальт опять вскрывать. Ну, вот о чем речь. Да. Опять же можно сделать, я хочу сделать и отмостку, чтобы потом по новому асфальту не ездили тяжелые машины, которые будут заливать бетон на отмостке. Очень разумные... Ну, да. И управляющая компания пошла навстречу, она нам даст немножко в долг на некоторое время. В долг с управляющей компанией? Алим, Тарханов. Нормальные отношения. А у вас уже собственники знают, что они будут за это платить деньги? Да. Все готовы? Это сразу обговаривалось. Ну, конечно, бабушки боялись, что, например, если детская площадка будет стоить там 200 тысяч, а мы только заплатим 100 тысяч, чтобы не положили на нас еще вот эти дополнительные 100 тысяч. Им объяснили, что нет, вот вы платите по 5 рублей с квадратного метра в течение года, и все. А сколько там дальше, сколько на это ушло денег больше, это уже не наша проблема. Вы уже платите с начала года, с 19-го. Нет, когда только сделают. Когда сейчас состоятся торги, отберут подрядную организацию, и будет закрывчен контракт, униципальный в данном случае, только с этого момента начнут собственники платить, когда уже реализация начнется. Я к вопросу, знают ли собственники, поймите, что вхождение в программу предусматривало обязательное наличие протокола общего собрания дома, которым весь дом подтверждал готовность, большинство, по крайней мере, участие в вхождении. И, конечно, вхождение в эту программу и давал согласие на это софинансирование. То есть, о том, что собственники не знают или не догадывают, но, может быть, какая-то часть, не принимавшая участие в собрании, теоретически может быть. Но большая часть дома, а тут мы идем по системе, большинство решает, конечно, об этом знает. На хороший вопрос, кстати, вот вышли мы. В официальных пресс-релизах сухо написано, что работы по программе должны быть начаты с наступлением благоприятной погоды. Пожалуйста. Но тут, наверное, вопрос все-таки не к синоптикам, а к власти. Торги, они в каком состоянии, сроки будут соблюдены? Значит, мы сейчас находимся в той стадии, когда просчитали все ориентировочно заключение контрактов. У нас запланировано конец мая. То есть, мы успеваем. Ну, ситуация идеальная вообще. Ну, идеально, я покритикую немножко. Все бы хорошо. Значит, по условиям государственной программы, все торги должны состояться, по крайней мере, до 1 мая. Мы вот с городом Ульяновском не укладываемся в заявленные требования. Чуть-чуть мы нарушим данные сроки. То есть, было бы недопонимание с финансированием. Понятно, понятно. Но вообще, мы же реалисты, май это неплохо. Если будет май, то все будет хорошо. Мы пока еще поэтому и в колокола не бьем, поскольку контролируем и видим, что к концу мая они должны расторговаться. Если бы мы ушли в июнь, в июль, опять бы... Это был бы октябрь, ноябрь. Конечно. И, соответственно, погодные условия. Ну, и наши требования, нашу позицию, которую мы озвучиваем на всех заседаниях совместных с органами исполнительной власти, это все-таки жесткий сетевой график производства работ. Потому что та картина, которую мы наблюдали в прошлом году, и, слава богу, там все-таки сделали, но культура производства работы, сетевой график производства работы, это очень важно. Поясню, о чем речь. Когда в прошлом году подрядчики после заключения контрактов вышли, сначала вскрыли старый асфальт и пропали на 2-3 недели. То есть люди ходят по развороченному двору. Потом они приехали, отсыпали щебенкой, песком, потом щебенкой и опять пропали. То есть вот этот технологический регламент с момента вскрытия асфальта и укладки нового должен быть не растянут во времени на 2-3 месяца. А каждый вид работ для того, чтобы комфортные условия создавались как можно быстрее и меньше приносить людям неудобства, должны быть соблюдены. На этом мы настаиваем, чтобы каждому муниципальному контракту такой сетевой график был приложен. Вскрыл асфальт, если у тебя 10 дней на отсыпку и 5 дней условно на асфальтирование. Я сроки сейчас непрофессионально, очень условно называю, но это должно соблюдаться. Потому что такого безобразия в этой части, как в прошлом году, нельзя допустить. Но тут есть очень простой такой житейский выход. Собственник, он всегда находится в своем доме, всегда находится во дворе. Если он увидел какие-то недочеты, на его разумный человеческий взгляд, куда ему позвонить? Наверное, в город и все, да, вопрос будет решен. Мы еженедельно по вторникам собираем всех собственников, участников программы. То есть мы это делаем уже на протяжении 17-го года, 18-го года. В процессе у нас за каждым объектом закреплен человек, который отмечает по линии стройзаказчика, по линии депутатского корпуса, по линии управления жилищно-коммунальным хозяйством. Поэтому куда обратиться есть. Ну, действительно, по ходу возникает достаточно большое количество проблем. То, что сказано было по вопросу правильно, нельзя ни в коем случае из позитива делать негатив собственными руками. Да, вот поэтому все графики будут подготовлены, все технологические цепочки будут выстроены однозначно. И в этом году мы уже имеем двухлетний опыт, достаточно, считаю, достаточно нам учиться, для того, чтобы в этом году поправить всю ситуацию, связанную. Также по ходу сняли асфальт, появились проблемы, провалились колодцы, чей колодец, кто поднимать, кто не поднимать. Тут начали поднимать колодец, стали менять выпуск. И из заявленных пяти деревьев оказалось, что нужно не пять, а десять. Начинаем пилить, приезжает милиция, начинается у нас до сих пор уголовное дело по спилу деревьев в рамках программы «Нарябиков-12». До сих пор, уже третий год идет. А все банально, потому что одному человеку из всего дома не понравилось то, что спилили деревья. Они были официально, законно спилили, но заявление есть заявление. Приехали, всех арестовали, работы были приостановлены. Ну, арестовали, конечно, в кавычках. И поэтому сейчас нам главное, что учесть, действительно, выстроить технологическую цепочку, потому что набор работ понятен. Вскрыли, разобрали, убрали, смонтировали бордюры, отсыпали ленинарные материалы и закатали. При этом поправили люки и так далее и тому подобное. Спилили деревья. То есть это все выстраивали, но по ходу я не исключаю, что будут заминки, связанные с неожиданно открывшимися обстоятельствами. Где-то, опять же, повторюсь, выпуск надо будет поменять. Где-то дополнительные деревья спилить. Где-то, может быть, придет система водоотведения. Потому что одна из основных проблем, которые встречаются после приемки объекта, это первая дочь. Первая дочь, он показывает, насколько качественно было сделано. Если у нас сто подъезды топят. Мы некоторые объекты переделывали по несколько раз, именно вплоть до того, что подпиливали высота площадок. Нет, площадок вот этих вот перед подъездами. На домах мы столкнулись, да, на отрадной. Вот эта высота этих площадок перед подъездами, она значительно, скажем так, ну не то, чтобы выше, но она не имеет запаса для того, чтобы ее заглубить. Либо ниже асфальта, либо выше порога, да. И приходилось вплоть до того, чтобы модернизировать входную группу. То есть приподнимать лестничные площадки, обрезать двери и так далее. То есть вот такие вопросы тоже возникали. К сожалению, другими путями их не сделаешь. И многие объекты построены вот в те годы, когда было массовое строительство, 60-70-е годы. Ну, можно посмотреть, да, но дом откровенно стоит в яме. Вот откровенно в яме, подъезды откровенно в яме. Уровень тротуара на 20-30 сантиметров выше уровня отмостки. То есть вот эти моменты мы пытаемся все поправить, но не везде это получается. Вот в связи с этим, в том числе в связи с этим, тоже всевозможные заминки происходят. Ну, вроде бы сейчас... Но это должно быть в проекте отражено, так ли? Безусловно, безусловно. Изначально? Конечно. Эти проблемы на поверхности? Да, отражая это все в проекте, приходится как-то... У нас денег-то от этого больше не становится. А сложность объекта увеличивается, соответственно, цена больше. Чем больше цена конкретному объекту, тем меньше объектов мы можем сделать. Поэтому бывает, что не все учитываем. Но выкручиваемся, решаем проблему, многие вещи. А может вам задать вопрос? Коротко, времени уже очень мало. А еще какие-то дома могут вступить в эту программу? Потому что я знаю, что они хотят и готовы платить. Вот, кстати, тоже, скажите, пожалуйста, Галина Леонидовна, в вашем ТОСе сколько домов попало в эту программу? Два. Два. А сколько всего домов? Три всего у меня. Есть желающие? Да, там уже сделали года четыре назад. А, ну тогда повезло, у вас нет уже этой потребности. Можно еще как-то попасть? Да. Да, в порядке очередности только. То есть это, я понимаю, но хотя бы проголосовать и подать заявление. Безусловно, раз в год мы такой отбор осуществляем. Вот так, все-таки поделим. Вот есть федеральная программа, которая для формирования комфортной городской среды. Там определен порядок. Мы сейчас понимаем, что если темпы финансирования не будут в разы увеличены, ну мы за этот период, дай бог, сделаем тот реестр, который уже сформирован. За это время, это за сколько? Ну, 5 лет. Ну, давайте честно говорить. Но у нас параллельно действуют еще другие программы, направленные по сути на это же, да? На формирование комфортной городской среды. Это деньги выделяются ТОСом, да, на благоустройство тех территорий, которые у них есть. То есть разные, ну так это стимул создавать ТОСы и через эти механизмы включаться в эти программы. Мы, кстати, вот об этом же говорили перед передачей. Ты понимаете, ну вот эта программа, она уже прописана, и она так. То есть мы отдаем себе отчет, что если темпы финансирования не будут в разы увеличены, то мы в лучшем случае закроем тот реестр, который уже составлен. Перспективы есть, давайте честно, увеличение финансирования. Давайте так, не о перспективах, наверное. Информации об увеличении у нас пока нет. Перспективы всегда есть определенные. Я вам скажу об одном. Новый министр федеральный настаивал на том, чтобы внести изменения в программу. И исключить дворы вообще из этой программы. Прекрасно. И только уйти в... В благоустройство общественных пространств. В общественных пространствах. Поскольку специалисты говорили, это места массового пребывания людей. Тут мы решаем проблему одного двора. Давайте сначала решим все вопросы с парками, с общественными пространствами. А потом уже будем заниматься дворами. Я о роли партии в этом вопросе. По всем регионам пошел запрос. А высказывание мнения по данной позиции министра. Все 85 субъектов по линии партии ответили, что ни в коем случае дворовые территории исключать нельзя. Это не только потому, что их надо делать. Это надо делать безусловно. Еще и потому, что нельзя обманывать людей. Когда уже на середине реки. Это запрос от людей перед наборами. Часто этим злоупотребляем. То есть правила игры, если они есть, они должны быть соблюдены. И не надо их менять уже на середине реки. Потому что наш депутатский корпус ходил, убеждал людей войти в программу. И лицо свое терять в данной ситуации не очень хочется. И неправильно это. Если уж мы с людьми договорились, то по крайней мере те, которые активность свою проявили, должны получить то, на что они претендуют. На этом мы, наверное, сегодня завершим нашу беседу. Спасибо вам большое всем. Вам удачи в вашем нелегком труде. Вам благодарность за участие и за вашу роль. И, Сергей Владимирович, вам большой удачи в реализации этой программы в этом году. Потому что нареканий будет, наверное, немало. И пусть все будет хорошо. Мы сведем их к минимуму. Дай бог. Настатин, я надеюсь, вы проконтролируете пушкинскую идею вместе со мной. Хорошо. Будем заниматься. Всем спасибо. До свидания. Вы прям преследуете эту программу. Разговор состоялся. Места свободны для нового разговора и для новых экспертов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова